Вы на канале Юрий Дмитрий Рашенко, сегодня рассмотрим вопрос нарушения сроков пребывания в Российской Федерации. Самая частая и распространенная проблема, по которой закрывают въезд, либо разворачивают на границе, например, до Мадедова, при прилете в Российскую Федерацию, и вас уведомляют о том, что у вас запрет. И, соответственно, ФСБ вам дает уведомление. Значит, если иностранный гражданин прибыл на территорию Российской Федерации и стран СНГ, то, например, он может находиться по общему правилу, как всем известно, 90 дней. Дальше он обязан выехать с территории Российской Федерации на 90 дней. И после этого он имеет опять возможность въехать в Российскую Федерацию и пребывать здесь также 90 дней. То есть режим пребывания не более 90 дней в период 180 дней. 90-180 называется этот режим. Данный режим 90 дней можно продлить, если оформить, например, патент на работу или трудовой договор, то есть в зависимости от того, из какой страны вы прибыли в Российскую Федерацию. Нарушение срока пребывания грозит запретом. Значит, если иностранный гражданин нарушил срок пребывания на территории Российской Федерации до 90 дней, то ему грозит запрет на 3 года. Если срок нарушил срок пребывания не более 180 дней, то есть от 90 до 180 дней, то запрет ставится на 5 лет. Если свыше 180 дней, то есть, например, 270 дней и более, то ему грозит запрет на 10 лет. Таким образом, значит, 90 дней, нарушение на 90 дней пребывания на территории Российской Федерации свыше установленного законом, вот этих 90 дней легальных, и вы, например, еще пребывали на территории Российской Федерации сверх этого и не выехали 90 дней, то вам ставят 3 года. Если вы пребывали на территории Российской Федерации сверх вот этих разрешенных 90 дней, 180 дней, то вам ставят запрет на 5 лет. Если вы на территории Российской Федерации пребывали свыше вот этих законных 90 дней, 270 и более, то вам ставят запрет на 10 лет. И здесь уже придется либо обжаловать, либо решать каким-то другим способом устранять данный запрет. Значит, есть один нюанс, если, например, вы нарушили срок пребывания на территории Российской Федерации и не выехали в положенный установленный законным срок, например, по тяжелому заболеванию, по состоянию здоровья, тогда вам нужно будет предоставить по заявлению в МВД выписки из того медицинского учреждения, в котором вы находились и в котором вы проходили лечение. И тогда на имя начальника управления пишется заявление, прикладываются документы и данный запрет снимается. Такие заявления и решения получали из МВД по миграции, и они одобряются, то есть принимаются положительные решения. Единственное, что действительно должны быть предоставлены, оформлены все документы из мед. учреждения, и кроме того, МВД делает запрос в это мед. учреждение, действительно ли вы там находились. После рассмотрения данного заявления запрет снимается, и МВД открывает. Это один из нюансов. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях по запретам, депортации, въезд-выездам и другим миграционным вопросам в комментариях, и мы с вами обсудим. Под видео есть значок «Поделиться», нажимайте на него, выбирайте соцсеть и поделитесь данным видео, чтобы вы могли задать какие-то вопросы и другие иностранные граждане, и, соответственно, узнать о данном вопросе. Также рядом есть значок «Колокольчик», вы на нем можете нажать, и, соответственно, всегда будете в курсе новых видео на моем канале. Спасибо, что подписались на канал, посмотрели видео. Успехов вам на территории Российской Федерации. Счастливо! Спасибо.